Дорогие друзья, огромнейшие всем приветики! Меня зовут Марианна, и вы на моем YouTube-канале про моды стиль шоппинг и шмоточки. Судя по количеству просмотров прошлого влога, я понимаю, что нашему контенту пришел капут, и оно и понятно. Мы сидим дома, мы занимаемся теми вещами, которые не успеваем сделать обычно в круговороте наших дел. Для кого-то это как раз будет разбор собственного гардероба и наведение магической уборки в своем шкафу. Для кого-то, как для меня, например, это будет изучение иностранного языка. И потихоньку-потихоньку мы, я думаю, что придем к порядку в голове, а не только на поверхностях и внутри закрытых ящиков. Говорят, что после этого самого кризиса мы вернемся к нормкору, к абсолютному тотальному минимализму. Как показывает история, после любого кризиса мы начинаем одеваться все ярче, все краше. Пытаемся выбраться из той конуры, в которой, это мы сейчас не про свои квартиры, а про свой собственный панцирь, поскольку мы сейчас просто защищаемся от всего мира. Надежда, светлое будущее, светлое будущее у вашего гардероба и моя профессия, она все еще есть. Сегодня у нас будет шоппинг-влог из Массима и из Зары. Конечно, про тренды говорить уже приходится с трудом, потому что, возможно, мы пропустим этот сезон. Ну, а для кого-то наступает светлое время просмотра всех сериалов, которые вы не успели посмотреть, потому что были очень заняты на работе. У меня с этим все просто, на сериалы я время найду всегда. И в актуальном, в папке книжка, в инстаграм вы можете посмотреть все мои любимые фильмы, которые мне очень понравились, с рекомендациями. А сегодня я хочу поделиться с вами новым сериалом, который вышел 26 марта эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Кинопоиск HD. Сериал «Последний министр». Это сатирическая комедия о том, что происходит за закрытыми дверями министерства. С очень многообещающим продакшн-составом в лице продюсера Александра Цекала и режиссера и сценариста Романа Волобуева. В общем, если карантин затянется, смотреть нам точно есть что. Более того, если у вас нет еще подписки на Кинопоиск HD, по промо-коду «Марианна» вы можете получить 45 дней бесплатной подписки. Всю информацию и ссылки вы можете найти в инфобоксе. Ну а пока делитесь, что вы интересного посмотрели. Ну, конечно же, кроме моего вложика, и тоже им делитесь. Нам очень нужны просмотры и лайки, и подписки. Ну что, поехали! Ну что, девчонки, пойдемте легкой походкой, ворвемся в Зару, пока ее еще не прикрыли. Вообще, это, я думаю, что хорошая идея потихонечку закрывать торговый центр. Я, конечно, останусь без хлеба, а вы без зрелищ, но, о боже, какой пион. Очень классный плащ. Спасибо. Рогов. Ну, это прошлый сезон его. Спасибо, спасибо. Да, плащ это Александр Рогов, он мне еще, мне кажется, какой-то сэмпл задарил, или, возможно, остатки коллекции. Но это прямо моя новая любовь на будущий сезон. Я уже влюбилась. Зато самые классные вещи все еще висят, и никто до них не добрался. Мы сегодня будем с вами ходить по трендам и смотреть не базовый гардероб, а то, что сейчас актуально. Как относиться к трендам? Я каждый раз об этом говорю. Вы можете их принимать или нет, вы можете их носить на сезон или на два, но основная фишка трендов – это изменившийся крой, который вы также себе потом примените в своем базовом гардеробе. А сейчас посмотрим такие фишечки этого сезона, на которые стоит обратить внимание и, возможно, разбавить ими за не очень дорого свой основной гардеробный шкаф и свою основную капсулу. Этот топ мы возьмем вообще без вариантов. Я вообще не собиралась делать экскурсию по залу, я хотела сразу уже взять вещи и отнести их в примерочную, но давайте немного прогуляемся. Во-первых, мы видим новую цветовую гамму этого сезона – это цветная пастель. И все оттенки – такой припыленная роза, лаванда, я не знаю, возможно, какой-то мятный зеленый, в общем, бутонистый. То есть, представляете, вы собрали букет, обернули еще в голубого цвета упаковку, и вот это вот та самая гамма летнего сезона. И, конечно, стоит сказать еще про оранжевый и про коричневый, потому что следующий сезон, следующая осень-зима будет в коричневых оттенках. Здесь у нас более спокойная гамма – бежевый, черный, эко-кожа, твит, твит, да, твит мы тоже любим. Да, и еще, для того, чтобы мы наконец-то привелись в форму к лету, у нас опять кроп-топы и бралеты-липы, которые носятся как на голое тело под какие-нибудь объемные пиджаки, которые, пиджаки, я говорю, да, они мужские, под огромные пиджаки, которые у вас уже точно есть, либо на рубашке и, возможно, под рубашку. Вы видели, у меня в сторис была рубаха, которая идет вместе с бра, и этот бра можно носить как внутрь, так и поверх, но они сделаны из одной ткани. Также на замену уже поднадоевшим тренчам приходят вот такие удлиненные парки, которые, в принципе, служат их альтернативой. Ну и вот эти вот мельфлерные платья, рустик, они очень здорово смотрятся с казаками, если у вас они еще остались, но они вам уже поднадоели, то почему бы не выгулить вот такое как раз рустикальное платье. Поверх может быть джинсовка, может быть какой-то тот же самый, я не знаю, а-ля мужской пидж. Кардиганы, кардиганы, слушайте, история про кардиганы, как долго мы ругались на вот эти тонкие кардиганчики на пуговицах, они опять максимально стали популярны, только пуговички мы на них не расстегиваем и носим их как первый слой одежды, а не как второй. Вот некоторая вариация бралета, а вот тут у нас, видите, все платья, которые мы выгуливаем с казачками, очень женственные, наивные. Вот даже такое платье, возможно, кто-то скажет, что это платье выгулить нужно на выпускной, но для меня же оно наоборот довольно повседневное, такое хиповое. То есть вот это опять в бохо тематику с казачками, с брутальными ботинками, сверху с объемной курткой, либо с кардиганом крупной вязки. Вот еще один очень классный топ бралет, который можно как на голое тело, так и поверх рубашки. А к нему в комплекте идут вот такие вот, вот такая вот мини-юбочка, но это уже куда-то на отдых. Вот неплохой жакет без рукавов, он, по-моему, без низа, без пар, ой, смотри, рубаха, которую вот так мы застегиваем, вот здесь тоже, тоже неплохо. И вообще в этом сезоне и в следующем приветствуются любые вырезы. Вот видите, здесь они могут быть как на талии, так какой-то разрез на ноге, не просто разрез, а вырез различной формы. Возможно, вырезы у новосводолазков, как если бы на мне сейчас топ с высокой горловиной, и вот здесь бы оказался еще какой-нибудь вырез. Кстати, если говорить про кроссовки или про кеды этого сезона, то они стали значительно меньше, они выполнены из такой ткани а-ля парусинка, то есть как будто бы это парусные или яхтенные ботинки. То есть совсем уже эти аглишус ушли, и они становятся более близки к тем самым обычным кедам из предслабутого базового гардероба. Укороченные жакеты. Если юбки в гофре и юбки в пельсировку поднадоели, то платье, особенно вот с таким декором, очень даже симпатично выглядят, как и гофрированные платья. Есть очень классный украинский бренд, который выполняет гофрированные платья. Прикреплю вам сейчас картинку. Вот тоже классные рубахи с различными интересными деталями, которые можно обвязать, завязать. Интересно, мне кажется, что ее можно даже носить, и если отпарить низ, можно носить просто застегнутым на пуговицы, а низ оставить свободно не спадающий. Ну что, мы здесь прошлись немного по ТРФу. Пойдем заглянем еще в корнер в основной заре. Вита просто паникует. Я пытаюсь Виту заразить настроением, что все в порядке, хотя мы обе понимаем, что не все в порядке. Еще про один тренд расскажу, скорее всего, даже уже следующего сезона. Это золото, знаете, как литой металл. Да, металлизированные ткани в следующем сезоне будут напоминать такой жидкий металл. Тут у нас линейка восьми цветов Сен-Лорана. Платье парашюты, как мини, так и макси. Конкретно это платье почему-то для меня курортное, а не городское. Либо прям на очень, на очень жаркое московское лето. О, вот это вообще моя любовь. Давай возьмем примере. О, вот это просто Сесиль Бансон. Один в один. Один в один. Сесиль Бансон стоит 50 с лишним тысяч. И вот, пожалуйста, платье жаккардовое. У Сесиль тоже есть такое. 4 тысячи рублей. Зара, конечно, молодцы. Они просто все тренды бегом-бегом показывают у себя. А к тому жаккардовому платью Сесиль Бансон есть еще идеальная копия их босонок. И вот такие сандалии спортивные. Особенно украшены каким-то декором, чтобы не выглядеть, как 13-летний ребенок. Мне кажется, даже в 13 уже не носят такие спортивные. Как дедушка, чтобы не выглядеть. Кстати, я бы надела такие на носок. Ну что, я предлагаю нам начинать. Мы сейчас набираем вещи и встретимся с вами в примерочной. Один из моих любимых образов сегодняшних. Я с него прямо сразу начала. Несмотря на то, что я вообще не девочка-романтика. И мне нравятся очень строгие, четкие формы, структурные. Но вы, наверное, все помните мой огромный цветок-брошь, который я люблю. И он спасает любой, даже самый простой, банальный, базовый образ. Но тут, конечно, два в одном. Кстати, этот цветок вполне можно отцепить. Он здесь держится на двух ниточках. Мой цветок, чтобы вы понимали, стоит мне его... Подарил Flower Me. Стоит он около 10 тысяч рублей. А здесь можно сделать из прекрасного этого также отдельную брошь. Главное не повредить трикотажный топ, когда вы будете ее... Иногда, когда я примеряю на себя вот такие романтичные образы, у меня прям настроение меняется. Я как будто, знаете, как цветочек сама расцветаю. Юбка размер XS мне маловато в бедрах. Я бы себе взяла S. Да, представляешь, в талии сидит хорошо, в бедрах немного маловато. И все здесь собрано, естественно, в одной цветовой гамме и вот в той самой цветной пастели, про которую я вам говорю. Смещает ли меня вот эта асимметрия на топе? Не смещает. Причем из аксессуаров я бы вот больше ничего не добавляла. Здесь очень яркие пуговицы, огромный цветок и, ну, максимум, это небольшие пусеты в уши. Вы помните, еще в прошлом влоге я вам рассказывала про кардиганы, про бомберы, вязкие под твит, под шанельку. И вот здесь довольно бюджетный вариант представлен. Кому надоели жакеты? Многим надоели жакеты. Вы знаете, у меня в последнее время на моих частных консультациях с моими уже старинными клиентами говорят, что-то вот все, тесно стало, очень жутко зажали нас эти жакеты, мы хотим чего-то мягкого. И вот тогда появляется вот как раз такая альтернатива. Кардиганы крупной вязки, правильной длины, здесь короткие, у вас, может быть, чуть ниже бедра, поэтому выбирайте, вот какие жакеты вы покупаете, такой длины кардиганы берите. Но укороченные кардиганы супер здорово смотрятся с юбками, с джинсами, вот тут нужно смотреть, если вы нижний тип, он будет заканчиваться в не очень правильном месте, и мы тогда выбираем длиной чуть, ну, где-то посередине бедра. Итак, ну это более привычный уже мой комплект, оверсайз жакет, здесь такие же закладки на рукавах, как у акне. И в этом сезоне оказался, окна оказалась в Заре, хотя у акне это прошлая коллекция. И вот те самые бэги джинс свободные, они должны быть либо четко сидеть по талии для того, чтобы классно было носить их с кроп-топами, как у меня здесь сейчас, либо чуть не спадать на косточки. Но для того, чтобы джинсы не спадали на косточки и еще были такими объемными, нужно иметь рост. Конечно, зависит от комплекции, но от хотя бы 166, чтобы не выглядеть совсем, как будто вы сняли их с папы или дедушки. Их также можно носить под плоский ход, но для того, чтобы не подворачивать, этот подворот будет очень широким и очень объемным, рубите под ту обувь, с которой вы планируете их носить. Мне, конечно же, больше нравится с каблуками, какой бы экстремалкой и ломательницей пропорций я ни была, в любом случае, вот такие свободные широкие джинсы мне сейчас нравятся с каблуками. Либо, если вы помните, ботинки-избежки с узким голенищем, высокие, либо их можно заправлять в ботинки. Для этого, вы помните, мы делаем два защипа к бокам и удаляем. Еще одна фишка, относительно новая, это перехватывать длину с помощью босоножек или туфлей, у которых есть перемычка на щиколотке, вот здесь. Помните, как я ругала в магазах, когда видела, что подвернута рукава у жакетов, что так делать нельзя. Вот смотрите, опять же, мы можем подворачивать широкие и объемные рукава, но мы подворачиваем не большими вот такими складками. Сейчас у меня получилась модная складка. Подворачивать, видите, так ровненько по периметру, одинаково, подворачивать вот таким мелким бисенком, как будто туда какой-то шнурок засунули, такой крупный канатик. Вот так мы можем подворачивать сейчас рукава. То есть видите, чтобы все равно оставался вот этот объем. Попробую показать неправильный подворот. Есть разница? Трикотажный топ, альтернатива футболке в крупную или мелкую лапшу на тонких бретельках. Этот же топ можно носить как жилет. И сейчас мы посмотрим, я не знаю, пока не уверена, сядет ли это или нет, под топ-платье из мельфлера. Попробую к нему придумать, приладить этот топ как жилет. По сути, это платье даже не требует никакого топа поверх, оно и так само по себе красиво, я чуть попозже сниму и покажу. Но если вдруг захочется, то вполне возможен и такой момент интерпретации этого топа. Здесь классная ткань, чем приятно. И посмотрим, что это. Сто процентная вискоза, вот что, оно такое приятненькое тело, вот на жаркое лето с сапогами самое то будет. Вот такие платья не носятся, колготки, то есть это платье абсолютно летнее. Никакие цветные колготки я сюда не вижу, ни черные, ни кружевные, ни в польку дот, никакие. То есть вот в таком легком варианте. Эти платья я не вижу ни с какой классической обувью, типа лоферов, монки, оксфордов, как-то вне пока моего разума. В идеале сюда все-таки отбить этот жилет ремнем. Мы уже не побежали за ним, но по идее было бы классно, если бы здесь появился еще светлый ремень. Вот такого оттенка светлые ремни очень хорошие есть в лайме. Здесь уже платье открывает максимально вырез на груди. Здесь нет необходимости надеть нижнее белье с каким-то увеличивающим эффектом, как в варианте с жилетом, потому что с ним стопом, потому что с ним я получаю, знаете, такая ровненькая. А вот здесь сейчас четко намечена талия, здесь можно прикладывать ремень, либо нет. Мне даже больше нравится без ремня. Ну и вообще в целом как-то вот этот мне образ тоже полюбился. То есть все-таки девчачьисть у меня какая-то проснулась. Мне даже предыдущий образ с жакетом и джинсами как-то меньше нравится, чем это платье. Но я понимаю, что у предыдущего варианта намного больше шансов его выгуливать, чем у этого платья. Потому что платье все-таки вот оно одно, оно есть, и каждый день ты его не поносишь. Даже через день как-то в нем появляться в одной и той же компании не камильфо. Так что сейчас мы примерим то платье, в котором появляться каждый день в компании, будет очень даже камильфо. Я решила в нем немного прогуляться для того, чтобы показать, какой здесь красивый вырез. Знаете, если бы у нас остались названия образа, возможно, вы меня смотрите, когда этих названий уже не стало. Но тут бы поспорили два варианта. Ламбрекен и камильфо. Как мне кажется, как лучше назвать? Между прочим, это платье, как бы вы сейчас не смеялись, очень похоже на бренд Аттико. Но здесь, конечно, обувь не такая грубая, не такая закрытая должна быть. Скорее всего, здесь появятся какие-то босоноги. Причем либо в тон, либо опять же из цветной пастели, либо какие-нибудь стразики на силиконовых перемычках. Видит мне говорит, я не представляю тебя в таком. А я вот прям думаю, что куда такое можно было выгулить? Сколько тут стоит? Сколько это платье стоит за выгул? Потому что, конечно, это все-таки разовая акция. Оно очень приятное к телу, нигде не давит. Очень хорошо, по крайней мере, на мои параметры. У меня талия где-то около 61, бедра 90. Очень хорошо на мои параметры села. Туго в талии. Ну, достаточно туго, чтобы можно было еще чего-нибудь поесть на мероприятии. Можно было и побольше сюда какую-нибудь уложить. Что я хочу сказать? Про какой тренд я хочу рассказать этим образом? Ну, это, естественно, костюмные жилеты. Не только трикотажные жилеты, но еще и костюмные. Возможно, у вас подобного плана костюм уже где-то завалялся. Потому что я не могу сказать, что у данного комплекта, у данной двойки какой-то суперкреативный крой. Вполне себе костюмный, классический. И чтобы воскресить тот самый костюм, или хочется вам его приобрести, отличный вариант это с блузой с пышными рукавами и каким-нибудь, например, отложенным воротничком кружевным. А может быть и без, если вы приверженка все-таки чего-то более строгого. Какие-то цвета, отличные от белого, должны присутствовать в этом комплекте. Хочу сказать про лодочки. Очень удобно есть в черном и бежевом цвете. Каблук довольно высокий, но прям комфортный, мягкий, удобный. В черном не очень видно эта сетка а-ля ботега, а вот в светлой как раз она более четко читаемая. И, похоже, есть еще бежевый сейчас в утерку. У нас в примерочной заблудился этот бралет, этот кроп-топ, и мы вот решили показать как раз на рубашке. А в данном случае меня немного смущают пропорции, мне хотелось бы рубашку чуть длиннее. Но в целом вот такая идея, как носить эти топы. Вот под джинсы и бежевый жакет был бы он тоже супер кстати. Поэтому, если вы сохранили себя в прекрасной форме к лету, вид они смесят в прекрасной форме, то, пожалуйста, ни идея не новая. Если мы заправляем в брюки рубашку, и у нас остается вот здесь такой небольшой зазор, то это классно делать, например, с трикотажем. Мне вместо рубашки трикотажный топ, контрастный. Тогда он заправится плавненько. А вот сейчас под рубаху, ну, в целом. Но мне вот не очень нравятся вот эти вот валики по бокам. Кстати, если бы рубашка идеально заправилась, сюда бы вставить широкий ремень, по пропорциям мне нравится больше в таком виде. Итак, мы в Массимо. Ну, основной акцент, о чем бы мне хотелось здесь делать. У них очень прикольные сейчас комбезы и брюки вот такими шароварами. Такая некая восточная даже. Это, может быть, это к выходу все посмотрели, дизайнеры Массимо посмотрели Аладдина и выпустили такие брюки. Мы сейчас примерим комбез, если есть мой размер. Он прям мой фаворит. Вот черный на вечерку. И мне понравилась здесь из бежевой кожи, натуральная рубашка и брюки. Тоже предлагаю примерить. У меня из Массимо есть очень похожий комбез, где это как бы one piece. Его не так часто поносишь, естественно, как двораздельные вещи. Но могу сказать, что кожа очень приятная, очень хорошая, и мне в нем комфортно. Еще в Массимо вот эти лимитированные сумки-пирожки. Но в Метрополисе их было много, сейчас уже я ничего не вижу. О, какая красивая еще рубашка из органзы, посмотрите. Полупрозрачная. Что носить под такие полупрозрачные блузы? Либо должен быть очень красивый, прям вау, лиф бюстье, то есть без лямок. Может быть даже какой-то кружевной, если у вас какой-то вечерний выход. Либо просто такие полу-спортивные топы, либо топы, как мы только что примеряли в Заре. То есть это вот эти бралетты. Ах, красота, посмотри какая. И вот опять же, ты знаешь, как будто жидкое серебро переливается. Вариант как и на выгул куда-то вечером московским, так и, возможно, куда-то на курорте. И вот тот самый комбез. Сейчас мы глянем, есть ли мой размер, и мы чуть попозже вернемся и возьмем его. Мне нужен самый мелкий. Я примеряла его на клиентку, и 36 остался. Ну, можно. И он больше на фигуру, конечно, либо прямую, либо песочные часы, потому что если у вас большая разница верха с низом, то, скорее всего, он на вас не сядет. Ну, Массимо, как всегда, в своем духе. Куртки-косухи вообще в этом сезоне хочется уже заменить куртки-косухи, даже мне, которая всегда говорит, что это прям палочка-выручалочка, на кожаный жакет, который я себе как раз в том же самом черном цвете, того цвета, как у меня ходовая моя куртка-косуха, я прикупила, ну, вы видели уже его во влоге в предыдущем. Вот опять костюмная жилетка, к нему льняные брюки. Вообще, Массимо очень грешит льном, не скажу, лен, понятно, что он, это предусмотрено, что он будет мяться, но какими-то другими костюмами, которые обязательно в Массимо проверяете, ткань очень сильно мнется, даже если у нее ненатуральный состав, ну, как бы, зачем вам покупать полиэстер, который мнется, если можно купить полиэстер, который не мнется. Такой рабочий комбеж, тоже такой немного мятенький, но в нем есть свое очарование, что он, ну, мне кажется, причем это хлопок, наверное, в составе есть еще лен, ну, так, я догадываюсь, не знаю точно. Вот эта ткань у них очень мнется, вот, 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 вот она, вот она. То есть вы купили очень красивый белый смокинговый костюм, который вы гуливаете куда-то на вечер, вы присели в нем один раз, и вы уже, мне привязался ли свой кабельфо, и вы уже не очень опрятно выглядите. Все бы ничего в этом комбезе из замши, но мне не нравится. Мне нравится вот эта трикотажка на одно плечо. Новая вариация футболок, это такие тишотки без рукавов, но с подплечниками. Вот они очень здорово будут смотреться с вот теми джинсами из Зары. Бэгги джинс. Я все учу у нас словарь, учим английский вместе с Марианой, я сама с вами его учу. Вот эту мы тоже возьмем примере, потому что я ее себе хочу лично. Так, ладно, все, пускаемся, тут как бы такое ощущение, что одно и то же. Давай, подпустимся, я думаю, что соберем три самых классных образа из Массима Дути. Что там танцуют? Я не знаю, в таких брюках. Но этот комбез может быть от степени вычурности аксессуаров, как дневным, в том числе, для повседневной жизни, для похода на какое-то мероприятие, так и очень вечерное место. Сюда добавить вот этого вот всего, всей вот этой вычурности. Для примерки мы взяли черные босоноги, ремень, который на манекенах был представлен, этот комбез на манекенах был представлен именно с этим ремнем. Размер, кстати, на мне на один велик, и это сразу чувствуется вот здесь, в груди. И не забывайте о том, что американская прорубь довольно сильно увеличивает линию плеча. Поэтому хотелось бы рекомендовать этот комбез как раз девочкам-гружкам, но чтобы у вас сошелся низ и верх. Этот комбез особенно эффектно, конечно, смотрится без верхней одежды, потому что здесь, думаю, все глухо. Но если вам хочется подобрать какую-то верхушку, то это скорее укороченный жекем. Слушай, а тут есть как-то пуговица внизу, представляешь? Ну, это типа вот так, что ли? И как это выглядит? Я не знаю, зачем здесь эти пуговицы. А, пойдем переодеваться дальше. Опять у меня образ для девочек-грушек. Что-то у меня понесло. Сегодня здесь юбка на запах, там, где вы можете всегда переставить пуговицы, как вам хочется. Не сильно тут можно переставить, потому что здесь кожаная застежка, топ трикотажный черный. Те же самые босоноги с предыдущего лука, мы просто их решили пока не снимать, пока есть возможность. И этот образ выглядит абсолютно городской. За счет того, что здесь трикотажка, здесь ненавязчивый принт, и он уведен от лица. Что мне нравится, я не очень люблю вот такую драматичную геометрию к лицу. И здесь, как бы, все вроде бы нейтрально, но в то же время очень приятно глазу. И это действительно получился классный стильный комплект. Литубик, да, Уно, я пересмотрела, танцую уже, как они. У меня ребенок фанат просто. И юбка очень приятная по... Она, кстати, на подкладке для того, чтобы не сильно просвечивать. Я не знаю, просвечивает ли у меня. У меня сейчас черное белье. Видно его? Скорее, даже топ видно, чем белье. Давай посмотрим состав. Экстериор вискоза, а подкладка полиэстер. Ну, довольно приятная, но если вы вдруг наденете с чулками, то обязательно пробрызгайте антистатиком. На мой взгляд, довольно массивно смотрятся отвороты на брюках. Возможно, потому что это не мой размер. И как бы, они должны быть вот так, чуть повыше сесть на талии, и тогда уже укороченные свободные брюки. То есть, если взять под ремень, либо найти, естественно, свой размер. Хочется, чтобы перемычки на босоногах были видны. Босоноги нереально удобные. Вы не представляете, я бы никак в тапочки вошла. Вот эта мягкая-мягкая кожа. Поверх у меня рубаха, но мне что-то кажется, вот я сейчас начала смотреть, что они ни одного тона. Глянь, да? То есть, они все-таки как костюм не получатся. Это разные истории, из разной кожи сделаны. И даже на ощупь это такая более тонкая, а это прям такая мягкая, пружинистая. И даже с этой рубахой получился очень расслабленный повседневный образ. Опять же, кожаная рубашка идет здесь, как замена кожаной куртки. Топ с подплечниками. Я взяла в огромном размере L. Здесь очень глубокая пройма, поэтому смотрите, чтобы там либо было красивое белье, подходящее белье, либо не было настолько глубокого выреза. Размера L здесь не было. Ну, вот так мне больше нравится. Массимо Дути про этакий минимализм. И тут мне захотелось примерить вот ту самую футболку на пуговичках, футболку пола, только в таком припыленном оттенке и вместе с кожаными кулотами. Опять же, в пыльном оттенке. И мне кажется, классно, здорово получилось. Сюда мы сейчас спрашивали, остались ли здесь сумки-пирожки. Вот тут картинка, как они выглядели когда-то, до того, как я выложила их в сторис. Вот. И было бы прям вот все на этой гамме. Классно бы замешано. Еще сейчас актуальная темка. Это очень крупные браслеты, но не пластиковые, а такие, знаете, какие-то из ломаного металла. И крупные. Вот можно было бы как раз из-за украшений как раз сюда налепить браслетов из золота. А босоноги очень похожи на здорово, которое они до сих пор продолжают выпускать. Все, девочки, мы побежали по домам, отработали. Желаем вам приятного просмотра. Надо было это пожелать еще в самом начале. Свет здесь ужасный, не ругайтесь. Поэтому я очень редко хожу в Массима Дутину. Все, и до скорых встреч. Всех целую. Несмотря на карантин, который, возможно, будет, мы с вами обязательно увидимся на домашней распаковочке. Субтитры сделал DimaTorzok